От Московского государственного педагогического университета только несимметричных структур на основе графена на террогерцовое изучение. Целью интеграции нашей науки с международной, те результаты, которые я по графену буду показывать, сама идея этой работы была предложена коллективом лаборатории Шарли Кулона по Франции. Графен, который мы работаем, нам предоставляет, любезно, сотрудники лаборатории Ирины Григорьевны-Простовой. План доклада следующий. Еще раз эта работа посвящена изучению взаимодействия структур на основе народных природов с террогерцовым и субтеррогерцовым электромагнитным излучением. Главная мотивация в рамках этого проекта использовать графен в качестве основы для нового поколения детекторов террогерцового излучения. То есть проект такой более прикладной. В своем докладе я объясню, почему его небольшое введение, почему нанообъекты лучше использовать в качестве детекторов, почему графен хороший. И расскажу о наших графах очень кратко, о наших результатах, полученных нергорафенными структурами, которые явились основой для нашего участия в таком роде проектах. Дальше расскажу о том, как мы делаем наши образцы, и коротко представим полученные результаты. Если у меня останется время, я остановлюсь на результатах, полученных недавних с индивидуальными трубками, которые я призываю вообще, когда мы говорим об углеродных трубках, давайте о них говорить о графене, в котором открыли запрещенную зону, благодаря фонтованию на поверхности цилиндра. Такой графен менее дефектный, более хорошего качества, но, как мы слышим на этой конференции, чаще всего его способ графен нарастить проще, чем в углеродной трубке, и проще с ним работать. Итак, трагерцовый диапазон электромагнитного, спектра электромагнитного излучения на недавнем времени оставался самым неосвоенным, поскольку там сложно работают радиометоды регистрации излучения, еще плохо работают оптические методы регистрации и манипуляции с излучением. Но, тем не менее, многие задачи быстро меняют свои свойства, он более чувствительен к излучению, то есть если мы собираем в объект какую-то энергию, его опыт будет обратным пропорционалем его массе или размеру, соответственно, мы можем рассчитывать на какую-то энергоэффективность. И еще очень важно, что большинство нано-устройств, они работают оснащены затвором, который меняет положение уровня кемни относительно характерных энергий этого объекта, и это позволяет контролировать его свойства затвором, что также делает такие устройства более гибкими, в частности, когда мы их применяем в таком-то конкретном качестве. Почему мы работаем с графеном? Потому что это объект, проводящий с высокой подвижностью. Важно отметить хотя бы гипотетическую возможность контролировать его зонную структуру не только регированию, но и ограничивая его геометрию, в частности, сворачивая трубочку, или нарезая нам на ленты, тогда было, как мы недавно говорили, в конференции. И поскольку мы подложки с графеном получаем, мы отдаем подложки без графена, получаем с графеном, естественно, я пишу, что его очень легко производить. Но это действительно так. Что в нашей лаборатории было радио-физической лаборатории, какие результаты были получены до того, как мы начали работать с графеном, мы обнаружили практически случайно, что из углеродных трубок, достаточно простыми способами, можно сделать детектор излучения, который работает следующим образом. Здесь показаны два типа несимметричных устройств. Здесь несимметричная морфология канала проводимости между контактами. Здесь разный материал контактов используется. Чувствительные элементы из углеродных трубок интегрируются в спиральную антенну. И обнаружили мы следующее, что при измерении вольтамперных характеристик с излучением и без, мы не видим фотопроводимости, то есть увеличение проводимости за счет нагревания трубок или излучения носителей. Но мы видим просто, что вольтамперные характеристики, не меняя слово «онаклонность», сдвигаются по оси напряжения. Это никакой не новый эффект, это просто свидетельство о том, что в объекте возникает фотонапряжение. Но как в солнечной батареи, только гораздо меньше. Но в углеродных трубках, как бы это не предлагалось использовать, и фотонапряжение, естественно, может появиться, что там есть какая-то несимметрия изначально заложена в это устройство. Такой эффект используют для детектирования излучения. Очень выгодно, поскольку мы не должны пропускать через устройство электрический ток, то есть мы не должны писать в батарею, мы должны просто померить напряжение на прямой любом токе, и мы будем знать мышцы складывающего излучения. В основе механизма детектирования излучения, как мы предположили, прежде чем называемый фототермоэлектрический эффект, я о нем расскажу подробнее на следующий фазик. И после нашей работы было опубликовано еще несколько хороших статьй, в которых этот же эффект применялся для того, чтобы на основе второго изнано-материалов, в этой работе на графине, здесь на углеродных трубках, чтобы делать детекторы торгельцового излучения на вот этом фототермоэлектрическом эффекте. Вкратце он состоит в следующем. Если мы воздействуем на первый тип такого эффекта, если мы воздействуем на углеродную несимметричную структуру излучения, она неоднородно нагревается вдоль канала проводимости. В этом случае мы думаем, что трубка покрашена на этой картинке нейтральным светом, мы предполагаем, что термализация носителя происходит только при взаимодействии с контактами, как бы транспорт баллистический, поэтому разную температуру имеет интерфейс на интерфейсе трубки и металла. Вот в этой конфигурации у нас неоднородно нагрет сам канал проводимости, но и в том и в другом случае это устройство работает как термопара, то есть ней генерится термо-эдс. И это термо-эдс легко посчитать на характеристики устройства. Здесь приведена такая не очень сложная формула, производная логарифма проводимости по энергии термины. В другом типе устройств, если мы нагреваем центральную часть излучением устройства, но оно по-разному регировано, здесь P-тип, здесь N-тип, здесь P-тип, тогда коэффициент пропорциональности между клиентом температуры и напряжением, как уже в предыдущем докладе было отмечено, имеет разный знак, и поэтому такое симметричное распределение температуры по каналу приводит к несимметричному распределению потенциала, и опять же возникает термо-эдс. А чем нагревается? Излучением. Излучение нагревается... То есть это не причина детектирования, механизм детектирования основан на нагревании канала, но это не галометрический эффект, когда меняется проводимость, а возникает термо-эдс за счет неравномерного нагрева этой системы. Но наша работа с графином была инициирована с тем, чтобы исследовать другой эффект, состоящий в следующем. И предложим, эта концепция была довольно давно, и она реализована в транзисторах с каналом с высокой подвижностью. Создает идея в следующем. Если мы управляем торгерцовое излучение, и через антенну связываем его не между стоком и истоком, как в предыдущих картинках, но между одним из контактов и затвором, то есть мы периодически меняем концентрацию носителя в канале, но с одной стороны, то есть локально, тогда в канале возбуждаются плазменные волны, и было бы очень хорошо добиться ситуации, чтобы возбуждаемые плазменные волны успевали, могли доходить до другого электрода, который заземлен. В этом случае отклик такого устройства зависел бы резонансно частоты, и его можно было бы использовать как одноэлементный спектрометр. Но, к сожалению, пока этого не достигли, даже для канала с большой подвижностью, плазменные волны успевают затухать, и в этом случае, в рамках более простой модели, чувствительность такого затвора тоже определяется обратно пропорциональной проводимости и пропорционально наклону проходной характеристики. Такая идея с использованием графена в качестве канала проводимости была реализована в 2012 году с нашими французскими коллегами, но они использовали эксвалиированный графен. Это совершенно нетехнологический подход. Несмотря на то, что такой графен у лучшего качества, тем не менее, было показано, что отклик определяется именно моделью, описывается моделью маленькой подвижности, быстрому звуками плазменных волк. Но мы решили развить этот подход, использовать графен, получаемый середине методом. Это позволяет гораздо быстрее встраивать его в измерительную схему, пользуясь стандартными литографическими методами. Вот здесь показано конечное устройство, где графен мы в принципе не видим. Вот эти маленькие точки, это некая грязь на подложке. Мы бы могли увидеть графен в виде такого ровненького прямоугольничка, в котором он вправлен. Ну вот фотография с электронного микроскопа, но другого устройства. Здесь затвор, представляя собой один из рукавов спиральной антенны, и он отделен от канала проводимости директоричным слоем, который в виде квадратикой здесь нанесен. Значит, еще раз, главное преимущество нашего подхода по сравнению с тем, который был предложен ранее, что мы используем с ним в виде графен, и это позволяет сильно упростить технологические процедуры. Дальше этот образец размещается на кремниевой линзе, так что канал проводимости оказывается в фокусе. Эти линзы туда собираются на антену излучения. Здесь стандартная схема, я не буду на ней останавливаться регистрации излучения и отлика. Значит, первое, прежде всего мы видим, что исследуемый нами графен имеет более-менее правильную транзисторную характеристику с минимумом в соответствующем точке неправильности заряда, и она смещена по сравнению с чистым графеном влево, что, видимо, связано с взаимодействием с этим директорическим слоем. Измеряя вольтамперную характеристику, без излучения, это сине-красное излучение, мы снова видим появление фотонапряжения, и самое для нас важное, это зависимость фотонапряжения от предложенного затвора. Здесь есть гистерезис, обусловленный взаимодействием с ловушками в оксиде. Это не так интересно. Но здесь для нескольких мощностей излучения показана зависимость только от затвора. Измеряем ее просто измеряя напряжение вольтметру между контактами стока и сток, то есть никаких источников стока нам не нужно для питания прибора. И здесь показано, вот эти линии показывают нам величину рассчитанную по этой формуле, прям пропорционально производной логарифмы проводимости плодотвора. А здесь показана вольтваттная чувствительность измеренная нашего устройства от линии, поэтому она не зависит от прочности излучения, но она сильно зависит от затвора. И видно, что функциональная зависимость у нас хорошо подписывается вот этим выражением. Что с одной стороны хорошо, раз мы результат полученный нами хорошо интерпретируется в выбранной модели, с другой стороны это означает, что мы, несмотря на меньший длинный канал проводимости, все равно существуем в режиме маленькой подвижности, сильного затыкания в клавишный пол. Ну, надо двигаться дальше, понятно, что для этого нужно сделать. Ну и пока вот из этой части мы можем сделать вывод, что решили все необходимые технологические вопросы для создания детекторов такого типа на градине. Понятно, что нам нужно дальше работать над улучшением качества получаемых устройств, мы дальше их исследуем, переходите по температуре и так далее. Вот. Дальше мы должны работать над тем, чтобы увеличить подвижность. Для этого, наверное, можно начать с того, чтобы графент переносить на готовое устройство в последнем очерке, когда он не будет взаимодействовать с наносимым диэлектриком. И, может быть, мы первыми получим переносный отдых на оплодонных полных, это будет очень доброе. Наверное, я могу поблагодарить вас за внимание.